Всем привет дорогие друзья, с вами я Butterfly и в этом видео, как вы поняли, я малышка, я носила себе двух сестер, у которых есть мама, и сейчас мы телепортируемся к ним домой. Сначала я не поняла, типа где их дом, но потом такая, вот тут девочка стоит, моя сестра, такая, о привет, я такая, привет, зацените как я по-детски разговариваю, это просто отдельный вид искусства. Она зашла в дом, потом вышла, и вот наша мама, абсолютно мама, очень красивая девушка, вот, она меня взяла сразу на ручки, потом они начали разговаривать о том, где же будет спать вот эта вот девушка, потом они решили, согласовались на том, что нужно построить другой дом. Сейчас они построят другой домик. Вот такой вот красивый домик, некоторые его называют желтым цветом, но я тут вообще не вижу желтого цвета, ну ладно. Я делаю вид, что я хочу очень сильно спать, на часах 5 утра, понятно. Так, бежим, бежим, бежим. Видео ускорено, потому что это прям, ну, очень долго было по видео, если бы я ускорила. Я вот так вот здесь же усплю, типа уснула, а потом я резко просыпаюсь, потому что мне уже надоело там лежать. Так, я проснулась, ну, доброе утро, вот так вот все дела. Так, и сейчас мама меня ведет чистить зубки, умывается. Ну, я, как любой капризный ребенок, пишу, что я не хочу чистить зубки, но потом мама меня шантажирует тем, что она купит мне вкусняшку. Так, теперь я спрашиваю у мамы, пойду ли я в садик. Мама мне отвечает, что да. Я обрадовалась. Она говорит, что к 9, но мы уже опаздываем, потому что уже 9. Скоро будет. Она пошла путь девочек, так как им надо в школу, но девочки попросили остаться дома. Ну, ладно, я поела. И теперь иду переодеваться. Мама мне хочет взять на руки. Извините, что у меня так мало одежды с малыша, всего лишь 3. Вот. И вот так вот. Теперь мы с мамой едем в садик. Так, я спрашиваю, а там кто-нибудь будет? Мама говорит, что не знает. Настя! Я говорю, что надеясь, что кто-нибудь будет. Меня ведут в садик. Мама говорит, иди посмотри, есть ли там кто-нибудь. Я смотрю, а тут никого, как всегда. И пишу, что там никого нет. Мама говорит, ну давай тогда прогуляемся, раз у нас есть свободное время. Я говорю ей, типа, а ты купишь мне машинку. Небольшой спойлер. Мне так и не купили машинку. Мама говорит, что там что-нибудь будет. Мы припарковались. И пошли на пляж. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Опа, мама сказала, мне нужно идти помочить ножки. Я мочу ножички Я там уже вся промокла Мама на это необычу Никакого мать Но ничего Я начала плескаться И мама сказала Что мы сейчас пойдем Покупать новую вещь Я думаю мы будем покупать Оказалось что мы будем выбирать Далее маме Мы зашли в бутик одежды Магазин одежды Если это правильно называется Мы такие Здравствуйте Ну и я как ребеночек Написала Нам нужна машинка Я же не знаю что это магазин одежды И мне мама говорит Что тут нет машинок Я знала И она Сказала мне посмотреть На сапоги Она посмотрела Пощупала их Решила их примерить Решила надеть И упала на пол Упс Уронила за собой обувь Не представляете Это уже ущерб магазину Но продавщик Сказала что ничего страшного Мама тоже сказала что ничего страшного А конечно я же ребенок А вот Мама сказала мне посидеть на пуфике Но ребенок просто так не может сидеть Я достала свой айфонарик И начала Что-то делать Грасс Если нравится озвучка Ставьте лайки Мама начала спрашивать Как тебе мой образ Сказала что очень классно Прям как принцесса Вот это реально на золушка похоже Загласитель Вот этот образ И Да Она сказала что берет все А мне ничего не взяли Ближе на ребенок А она сказала что мы сейчас пойдем за машинкой Я и так и не видала свою машинку Я плачу Так Мама купила себе Новые вещи Вот Оплатила И собственно Мы пошли к машине Опа-опа-опа-опа Опа-опа Как мы там убежали Точнее мы Я присела Она сказала что закажет Машинку на Алиэкспрессе Такая она хорошо Машинку Мои надежды не оправдались Опа-опа Опа Опа Я такая говорю привет, но на меня никто не обращает внимания. Мне стало обидно. Она вышла, все расстроились. И я пошла у вас. Почистила себе зубы. И я пошла переодеваться в нарядик красивый. Просто как я называюсь в нарядик, это просто пройкуло. Мне старшая сестра предложила покатать меня. Кстати, мама пошла искать новую сестру. Недолго длилась наша доля. Так. Я написала, что я хочу машинку, наконец, дайте мне машинку, ребенку машинку дайте. Окей. Она написала окей. Она начала плакать, потому что у меня нет машинки. Так. Она спросила, что хватит усыпать. Я сказала, что да. Звоню. Да, моя сестра обрезалась постоянно в дверь. Я легла спать. И мне, конечно же, приснился сон, как я каталась на своей машинке. Я специально это делала, чтобы наконец подарили машину. Кстати, если вы хотите видео с подписчиками, пишите мне комментарии. Скоро времени. Если вы захотите, будет такое видео. Я проснулась. Пошла к маме и сестре. И они нашли уже новую сестру. Я подумала, что приехала машинка. Мама написала, что она заказала машину, и она приедет через неделю. Настя, я буду неделю снимать вам видео, чтобы показать, какая у меня машинка. Конечно, я этого не сделаю. Ладно. Зацените пиржаму моей мамы. Она просто такая нереальная. Она сказала, что мне идти спать. Ну все, дорогие друзья, на этом я думаю, что нужно заканчивать это видео. Мы, в надежде, не оправдались. Короче, всем пока. С вами была Батрфлэ. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok